Мои хорошие, всем привет! Сегодня у меня на канале новый формат, который называется «Дорого-дешево». На правую сторону я буду наносить продукты люкс-сегмента, а на левую сторону более бюджетные. Поделюсь с вами своими любимчиками, так как сейчас многие продукты сегмента люкс уходят с рынка, нам нужно искать крутые аналоги. И как раз-таки в этом видео я покажу вам свои находки. И давайте же приступим. Я хочу начать, конечно же, с тональной основы. Начнем мы с люкса. Это вообще моя любовь. Тон от Исан Лоран. И честно, я считаю, что похожий продукт найти в масс-маркете очень сложно, потому что этот тон не сравнится ни с чем. Но я хочу вас познакомить с тоном от Инфлюенс, хотя я думаю, что многие из вас о нем уже слышали. Если бы я взяла какой-нибудь тон для себя именно из масс-маркета, то это был бы именно этот. Сяду к вам поближе, чтобы было лучше видно. И начнем мы с люкса. Я беру кисть от Леры Пименовой для тона номер Т20. Я уже нанесла весь уход. Выдавливаем на правую часть. Думаю, одного нажатия нам более чем достаточно. И теперь просто это все распределяю вот такими вот движениями. Я обожаю этот тон за то, что он делает кожу прям кукольной, фарфоровой. Она становится прям супер такой идеальной, ровной. И несмотря на то, что у меня хорошая кожа, то есть не проблемная, не жирная, я люблю прям плотные тональные основы. Знаете, Estee Lauder Double Wear, который я бы тоже с удовольствием использовала. Но он у меня только в светлом оттенке. А этот у меня в темненьком, и он прям идеально ложится. Все прям супер. Итак, можете посмотреть. Очень хорошо выровнял тон. Идеально сидит на коже. И теперь беру тон от Influence. Матовая линейка. Также наношу немного продукта. Что хочу сразу сказать. Этот тон более жидкий. То есть от Eves Saint Laurent он более густой. Сейчас я хочу посмотреть по оттенку. Итак, продукты я распределила. Он, конечно, немножко светлее, чем тон от Eves Saint Laurent. Но, честно, я сейчас удивилась. До этого я, конечно, его пробовала, и мне он и так очень нравился. Но сейчас я бы сказала, что я даже не вижу разницу между ними. Что этот, что этот тон легли просто идеально. Здесь у нас Influence. Здесь и Saint Laurent. В общем, правда круто. Консилер я нанесла. Теперь переходим к кремовой коррекции. У меня два любимых продукта. Один от KIKO. Это Luxe. А второй от Influence. Кстати, я бы не сказала, что KIKO это прям Luxe. Это, правда, очень хороший бренд. Но он не очень дорогой. Наносить продукты я буду кистью от Pony Romy под номером 1F. Набираем продукт на кисть. Находим нашу скуловую впадину. Ставим и пропечатываем. Обязательно нужно все хорошо растушевывать. Кстати, этот скульптор сейчас очень тяжело найти. Как раз таки то, про что я говорила, что многие бренды сейчас уходят с рынка. Стоит он в районе 1000 рублей. Это, в принципе, не так много. Может, сейчас чуть дороже. Но мне безумно нравится, что он просто идеально растушевывается. Очень легко. Сколько бы вы ни нанесли, всегда можно выйти из ситуации и красиво его распределить, что не будет никаких пятен. И немножко еще наношу на глазки. Просто идеально. Посмотрите сразу, какие у меня скулы. Это прям тема. KIKO у меня в оттеночке 201, а Influence у меня в оттеночке 01. Теперь давайте тестить этот продукт. Что я сразу хочу сказать. У них абсолютно разная граммовка. В Influence у нас 5,5 грамм за 400 рублей. А в KIKO у нас 10 грамм за 1500 рублей. То есть это гораздо выгоднее. Абсолютно так же наношу продукт на кисть. И точно так же его наношу. Какой плюс у этого скульптора? Он тоже невероятно легко растушевывается. Им просто невозможно переборщить. Вот прям от слова совсем. Но у них немного разные оттенки. Скульптор от Influence более холодный, чем скульптор от KIKO. Вы можете это заметить. Но на самом деле у него тоже очень универсальный оттенок. Поэтому мы его и используем. Готово. Посмотрите на результат. Напишите в комментариях, какая сторона вам нравится больше. И видите ли вы вообще разницу. Конечно же мы не забываем про носик. Это очень важно. Прорисовываю две параллельные линии. И уводим в бровку. Другая кисть, другой скульптор. Точно так же прорисовываем. Сразу видно, что скульптор от Influence более мягкий. От KIKO, конечно, он поярче, поинтенсивней. Сейчас использую пудру. Но скажу вам, что я никогда не использую масс-маркет. К сожалению, в масс-маркете я не находила хороших аналогов. У меня есть сейчас от L'Ore Mercier. Но если я найду классную бюджетную пудру, я обязательно поделюсь в своем телеграм-канале. Ссылочка на все соцсети будет в описании. Сухая коррекция. Я буду использовать пушистую кисть от Ольги Томиной под номером LM5. На правой стороне, на стороне люкса, я буду использовать бронзер от Dior в оттеночке 06. Честно говоря, я, наверное, использовала его всего один раз. Он очень красивый, но просто есть очень много хороших бюджетных продуктов. Именно бронзеры, скульпторы. И поэтому я не хочу тратить вот эту красоту. И она у меня лежит для какой-нибудь красивой фоточки или что-то такое. Но продукт очень классный, это правда. И два продукта аналога, которые я просто обожаю. Это бронзер и скульптор. Бронзер у меня от Physicians Formula. Его хватает надолго. И он просто невероятно пахнет пинаколадой. Сейчас они немножко перевыпустили упаковку. У меня уже есть новая. Это почти закончилось. Но все-таки хочу его добить. А это скульптор от Soda в оттеночке 101. Раньше он стоил вообще рублей 150, наверное. И сейчас около 400. Но в целом за такие деньги это просто нереальный продукт. И хватает его надолго. Я его использую практически каждый день, чтобы вы понимали. Купила, наверное, чуть меньше года назад. И мне кажется, еще на полгода мне точно хватит. Сначала у нас сторона люкс. Наносим продукт на кисть. И дублируем нашу кремовую коррекцию. Очень красивый продукт. Деликатно смотрится на коже. И тут не нужен бронзер или скульптор. Здесь можно использовать только один бронзер. Но у него настолько универсальный оттенок, что ничего больше добавлять не нужно. Он одновременно и холодный, и теплый, и просто идеальный. Другая сторона. Наносим на кисть сначала бронзер. Дублируем нашу коррекцию. У меня в оттенке Light. Но несмотря на то, что он по сути в светлом оттенке, он очень-очень красиво ложится. И из этого смотрится очень мягко. То есть нет каких-то четких границ. Все очень деликатно. Но все-таки немножко не хватает мне четкости, какой-то глубины. Поэтому беру скульптор. Также наношу на кисть. Буквально чуть-чуть. И также дублирую. И вот наш результат. Посмотрите. Мне кажется, что разницы практически нет. Далее румяна. Сегодня на стороне люкса у нас Dior со своими популярнейшими румянами в оттеночке 001 Pink. А на другой стороне у нас румяна от бренда Ellen Pro. Очень бюджетные. Но мне кажется, они практически ничем не уступают. Буду наносить кистью от Валерии Пименовой под номером GS19. Эти румяна очень деликатные. Ими тяжело переборщить. У них такой холодноватый оттенок под тон. И наносим на яблочки. Посмотрите, как они невероятно смотрятся на коже. Очень дорого. Теперь возьмем румяшки от Ellen Pro. Сегодня я снимала трендовое видео. Розовая пудра. И как раз-таки использовала именно эти румяна. Поэтому они у меня немного поюзанные. Но они безумно пигментированные. Они прям очень-очень-очень пигментированные. Поэтому с ними нужно очень аккуратно. Буквально чуть-чуть их нанесла. Вот смотрите. Все это стряхиваем. И аккуратненько наносим на щечки. Ну что, смотрим на результат. Я вообще никакой разницы не вижу. Хотя оттенки у них, конечно же, немножко разные. Но что на той, что на другой стороне. Очень красиво. Теперь хайлайтер. Давайте сейчас начнем с бюджетного продукта. Я про него уже тоже рассказывала. Это хайлайтер от Influence. Честно, я не ожидала, что он будет таким классным, пигментированным. Бюджетным при этом же. Единственный момент. Он также немножко пылит. И очень пигментированный. Поэтому нужно осторожней. Буду наносить кистью от Pony Roma 19F. Наносим немножко. И вот таким вот образом начинаем втирать продукт. Посмотрите, какое у него сияние. Его видно за километр. А с противоположной стороны у нас будет хайлайтер от бренда Payser. Вот так вот он выглядит. Единственный, наверное, его плюс в том, что он как будто бы немножко кремовый, что ли. И очень тяжело набирается на кисть. То есть на палец, например, очень легко. А вот на кисть немного посложнее. Так как я уже нанесла немного на пальчик, давайте его нанесем на носик, на спинку и на подбородок. Теперь набираем на кисть и наносим на зону хайлайтера. Итак, теперь сравниваем. Мне очень интересно ваше мнение именно насчет хайлайтера. С этой стороны у нас Influence. А с этой стороны у нас Payser. Оценивайте. Приступаем к глазам. У меня две такие вот палеточки с абсолютно разной ценовой категорией. Палетка от Influence стоит в районе, я думаю, полутора тысяч рублей. А эта палетка, мне вообще страшно представить сколько, но здесь также появится ее цена. Но я хочу вот прям сравнить две эти палетки, особенно по оттенкам. Итак, показываю. Берем палетку от Dior. Смотрим на самый темный матовый оттенок. Очень похожий есть в Influence. Далее сатиновый. У нас есть, к сожалению, не сатиновый, но очень похожий именно по оттенку в этой палетке. Верхний сияющий оттенок. Я бы даже сказала Sparkle. В нашей бюджетной палетке есть что-то очень похожее. Поэтому предлагаю сделать легкий нюдовый макияж глаз этими двумя палетками. Буду использовать две кисти от Леры Пименовой. Первая GS8, а вторая S7. Обе кисти довольно пушистенькие, похожи друг на друга, поэтому решила их взять. Из этой палетки беру красивейший сатиновый оттенок. Конечно же, огромный плюс, что здесь у нас есть зеркальце. И я начинаю дублировать нашу кремовую коррекцию. Я также немножко за кадром выстроила форму. Можете обратить внимание. И сейчас ее просто продублирую. Пододвинусь даже к вам немножко поближе. Честно говоря, сейчас у меня полная импровизация, потому что я не думала, какой макияж я хочу сделать. Просто подумала о том, что я хочу что-нибудь не сильно яркое. Ну что, остановимся на вот этой форме. Мне нравится. Выглядит как вытянутая стрелочка. Но при этом такая супер растушеванная. Я такое люблю. Набрала оттенок из нашей бюджетной палетки. И также начинаю дублировать форму. Итак, нарисовала с двух сторон. Конечно, палетка от Influence не такая пигментированная, как от Dior. Но оттенки очень похожи. Давайте немножко углубим наш макияж с помощью более темных оттенков. В палетке Dior возьмем вот этот. Буквально немного его нанесем. Обязательно стряхиваем. И наношу прям в самый-самый уголочек. И оттушевываем к внешнему уголку. Остатки наношу под бровку. Теперь в нашей бюджетной палетке берем вот этот оттеночек. Также стряхиваем и углубляем. Ну что, цвет мы углубили. Теперь я хочу добавить на центр немножко сияния. Конечно же, мы возьмем этот невероятнейший Sparkle. Очень мягкая бархатистая текстура. Здесь набираем вот этот вот оттеночек. Он у нас более пигментированный. Поэтому с ним важно не переборщить. И наносим на глазки. Ну что, готово. Так как Sparkle от Influence у нас более такой яркий, пигментированный, я его немножко подчистила кистью. И мне кажется, что очень даже похоже. Я сейчас закончу макияж и вернусь к вам. Ну что, мои хорошие, макияж бюджетными и люксовыми продуктами готов. Мне кажется, что разницы вообще никакой нет. По крайней мере, визуально точно. Так что я могу вам посоветовать каждый продукт, который был в этом видео. Но решать уже вам, какой взять. Люксовый или более бюджетный. Напишите в комментариях, какие из этих продуктов вы уже пробовали. Может, даже сегодня вы увидели своих любимчиков. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, колокольчики. Подписываться на наши сети, которые указаны в описании. А я вас всех люблю и целую. До новых встреч.